Школу «Перспектива» открыли в Новосибирске. Специально для нее реконструировали старое здание в военном городке. Раньше она располагалась в другом помещении. Там учились 130 ребят с детским церебральным параличом и аутизмом. Сейчас здесь созданы все условия для почти двух сотен таких детей. Четвертый А. Ученики свой класс еще не видели, а вот мамы внутри школы уже побывали. У нас раньше не было спортзала. Сейчас у нас есть, ну, небольшой может быть, но все-таки есть отдельный спортзал, где дети будут заниматься физкультурой полноценно. Очень все хорошо, очень чистенько, очень все новое, нам очень нравится. Современная отделка – белая мебель медкабинета, который больше похож на мини-амбулаторию. Здесь будут работать врачи-специалисты из поликлиники. Детям не нужно будет ехать в больницу на прием. В кабинетах не так много мест для учеников. Здесь их всего 12. Регулируемые по высоте и наклону парты и место для индивидуальной работы ученика и тьютера. Для учителя есть обычная интерактивная доска, компьютер и принтер. Вот такие наушники. Зачем они нужны? Вы когда приезжаете на отдых или когда на улице светит яркое солнце, вы же одеваете темные очки? Ну да. Здесь то же самое. Наушники должны и необходимы ребенку для того, чтобы защитить его слух. Это класс для индивидуальных занятий. Дети с аутистическим расстройством работают каждый со своим тьютером-педагогом, который учит учиться. Если отвлекает свет, надевают темные очки или закрывают шторы на окнах. Столы со стенками перед глазами ученика. На доске перед ребенком укрепляют учебные картинки, если он плохо воспринимает речь. Если сравнить с тем, что было и то, что сейчас, безусловно, условия для их обучения намного лучше. И классы все полностью оборудованы, и сенсорная комната оборудована, и имеются индивидуальные парты, и помещения для групповых занятий детей. Ни спортивного зала, ни комнаты отдыха, где можно поваляться на мягком пуфе, раньше в перспективе не было. Школа занимала половину детского сада. Там могли учиться только 130 детей. Городские власти решили, нужно новое здание. Нашли заброшенную школу в военном городке. Состояние было аховое, аварийное, прямо скажем. И за короткое время был разработан проект. И вы видите, вот я сейчас захожу сюда и с трудом узнаю внутри, как это было раньше. То есть фактически новое здание. Прекрасные условия для занятий, для ведения учебных процессов. Теперь в перспективе могут учиться до двух сотен детей со всего города. Александр Сульдин, Дмитрий Кан, Новосибирские новости. Спасибо за то, что смотрите Новосибирские новости. Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра. Субтитры сделал DimaTorzok